Всем привет, друзья! Это цветная версия озвучки 208-й главы манги Ван Панчман. Надеюсь, вы оцените мой труд и поставите лайк этому видео. 209-я глава уже вышла, и если вы хотите, чтобы вышла цветная версия, обязательно напишите в комментариях. Что ж, если ты поставил лайк и подписался на канал, респект! Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман. 208-я глава. Крепче скалы. Человек ли это? Демон или бог? Черт! Моя монстрификация ускорилась. Я точно стал сильнее. Но! Кажется, будто я ни на шаг не приблизился к его уровню. Чего именно ты добиваешься, Гаррол? Раз уж ты охотишься на героев, я думал, что у тебя какая-то обида на них. Но потом ты встал на сторону героев против многоножки и спас людей. Если хочешь таким заниматься, можешь просто стать героем. Почему ты притворяешься монстром? Пошел. К черту. Во-первых, когда я это помогал героям? А-а-а! Тупоголовая бита оказался там случайно. И я просто использовал его. А-а-а! Тупоголовая бита? Если я не сконцентрируюсь на собственной одиночной силе, я никогда не добьюсь своей цели. А-а-а! Твоей цели? Это типа та штука про абсолютное зло и мир во всем мире, да? А-а-а! Ч-ч-ч-ч-ч-чего ты это вообще взял? Ну, ты похож на чувака, который бы помог упавшему ребенку встать на ноги и начать сначала. А у этого пацана кишка не тонка. Он даже не думает сбегать. Тебе стоит прислушаться к его чувствам. А-а-а! Заткнись! Кулак убийцы богов! Моментальная атака! А-а-а! Эти твои странные движения, когда ты уклоняешься от моих ударов, это что-то типа боевого искусства, а? Блин, это совершенная боевая техника. Будь благодарен за такой опыт. Этот тупица. Он уворачивается от моих комбо-атак только за счет скорости и рефлексов. Но его техника крайне несовершенна. В ней полно уязвимостей. Отсутствие техники тебя и погубит. Твое следующее движение и все, что после него. Я легко могу прочитать их всех. А-а-а! Величайший удар! Твое следующее удар! Неважно, как прочны твоя кожа и кости, натренировать внутренние органы невозможно с разорванными внутренностями. Даже он больше никогда не сможет геройствовать. Больше никогда? Что? Открылось! Ура! Мы спасены! О, здание! О, а чё это вы тут выползли? О, герой! Мы сотрудники подземного убежища! Мы попали в ловушку, когда проверяли, остался ли кто-то на поверхности. Вокруг была кромешная тьма. Не получалось даже позвать на помощь. Мы думали, нам конец. А, похоже, обломки снесло вместе со зданием. Не знаем, как и отблагодарить вас. А, не меня. Вон тот парень сделал это. Спасибо вам огромное! Ребята, вам лучше эвакуироваться, пока это возможно. Чувак, как для абсолютного зла ты неплохо спасаешь людей. Отлично сработано. Моё совершенное боевое искусство. Ты, ублюдок, издеваешься надо мной? Арена эвакуации. Дорога закрыта. Все ли горожане эвакуированы? Остались двое пенсионеров. Смотрите, как близко подобралась лава. Она накроет весь город. Папа, наш дом сгорит? Ничего. Пока мы живы, всегда можно начать сначала. На вершине что-то светится. Это вулканический свет? Похоже на предвестник землетрясения. О, ты снова стал немного круче. И это ты называешь немного? Как тебе такое? О, гора! Раскололась! Лава потекла по другой стороне! Ему плевать даже на это! Да! Если удар, не навредивший ему, расколол скалу под ним, значит, его тело прочнее, чем она. Этот парень крепче скалы. О? Хе-хе-хе-хе-хе. То, что у тебя что-то получается, даже когда ты не стараешься, напоминает мне Кинга. У тебя отличные геройские инстинкты. Разве нет? Хе-хе. Что ж, на этом глава заканчивается. Мы увидели силу Сейтамы. Новую форму Гару, которая, кстати, мне очень понравилась. Очень смешно было наблюдать за тем, как Сейтама издевается над Гару. Хе-хе-хе-хе-хе. Говорят, то, что бы он ни делал, в итоге получается героическим поступком. И правда ведь? Ну, думаю, Гару явно не специально все это делал. Но Сейтама тот еще приколест. Гару говорит, что Сейтама крепче скалы. И многие спрашивали у меня и задумывались, это все что ли? Нет. Мы-то все с вами знаем, что он намного сильнее и крепче. Его силе и его крепкости нету никакого предела. Потому что у него нету лимита. Он его просто сломал. Думаю, вы это и так знаете. Что ж, новая глава уже вышла. И мне не терпится ее озвучивать. Прошу прощения за то, что я так задержался с выпуском этой главы. Дело в том, что я слегка приболел и я не мог озвучивать. Ну а сейчас мне уже гораздо лучше, со мной все нормально. И дальше я буду выпускать озвучку главы намного быстрее. Если вам понравилась цветная глава, обязательно поставьте лайк этому видео и поделитесь с друзьями. Ну а с вами был Аниманка. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok